Доброе утро! Это окно в кино, дайдже самых заметных событий в мире кинематографа. С 20 по 25 марта в Суздале пройдет главнейший смотр отечественной мультипликации. 29-й открытый российский фестиваль анимационного кино. В этом году фестиваль делает фокус на теме образования в сфере анимации. В конкурсе студенческих работ участвуют две анимационные короткометражки Санкт-Петербургского института кино и телевидения. «Вернись ко мне на полку» Марина Зинкевич и «Когда выпадет снег» Екатерины Асриевой. В секции же полнометражных фильмов не обойдется без участия петербургской студии «Мельница». Состоятся показы анимационных лент «Барбоскины Тим» и пятой части «Ивана Царевича и Серого Волка». Ну а нас с вами ждут новые телесериалы недели и начнем с комедии «Курьеры». Гоша родился в обеспеченной семье и к 20 годам еще нигде не работал. Он хочет стать режиссером, но мать не будет ему мешать, только если он выиграет спор и сможет три месяца прожить без семейных денег. Парень ищет съемное жилье, устраивается курьером и попадает в десятки нелепых ситуаций, набираясь жизненного опыта, который так необходим настоящему киношнику. Главную роль в телесериале «Курьеры» исполнил Владислав Тирон из «Триггера», где его герой проходил похожий путь сепарации. В комедии режиссера сериала «Страх над него» Ильи Максимова также снялись Татьяна Кравченко, Константин Крюков, Милана Бру и Роман Маякин. Сегодня состоится цифровой релиз новой военной драмы, мини-сериала «По зову сердца» о трагических событиях лета и осени 1941 года, о беспримерном героизме и великой трагедии московского народного ополчения. Октябрь 1941 года за считанные месяцы полчища фашистских захватчиков, воспользовавшись эффектом неожиданности, прошли почти полстраны и уже готовы были вонзить клинок в ее сердце – Москву. Отступать некуда, и сотни тысяч простых граждан, не имеющих ни малейшего представления о том, как выживать в походных условиях, и тем более никогда не державших в руках оружие, добровольно идут защищать свою столицу от вражеских танков и вооруженных до зубов солдат. И если потребуется, ни минуты не сомневаясь отдать за нее жизнь. Эти жалухлики, они же не дойдут. Кто надо, тот дойдет. А я вернусь в пьеске солдатской жизни где-нибудь пристрою. Над историческим проектом «По зову сердца» работала огромная съемочная группа во главе с продюсером и режиссером Игорем Угольниковым. Авторы старались в собирательных образах персонажей показать как можно больше участников московского народного ополчения – рабочих, студентов, писателей, музыкантов. Деталик передать дух времени, сохранить историческую достоверность. Съемки сериала проходили на улицах Москвы, на натурной площадке в Калужской области, где на территории более 160 гектаров были выстроены масштабные декорации. А также в кинопарке в Новой Москве, где специально для съемок были построены декорации пригорода Вязьмы – больница, штаб армии, склады. Из зарубежных телесериалов недели я сосредоточу ваше внимание на творчестве американской писательницы Лианы Мариарти, которая вновь перекочевала на телевидение. Вслед за экранизацией ее романов в виде популярных мини-сериалов «Большая маленькая ложь» и «Девять совсем незнакомых людей» нас ждет телеадаптация ее детективного романа 2021 года «Яблоки никогда не падают». Сюжет телепроекта строится вокруг семейной пары бывших тренеров по теннису – Стэна и Джой Дилейни, которых играют Сэм Нил и Аннет Беннинг. Они выходят на пенсию и продают свою академию тенниса. Но вдруг Джой внезапно исчезает, а четверо ее взрослых детей узнают, что брак их родителей был не таким идеальным, как им казалось. Бестселлер Лианы Мариарти для телеэкрана адаптировала сценаристка Мелани Марнич, известная по проекту «Большая любовь». Ну а помимо Сэма Нила и Аннет Беннинг, в сериале снялись Джейк Лесси из «Белого лотоса» и Эллисон Бри – звезда популярных телешоу «Сообщество» и «Блеск». Ну а я желаю вам приятного просмотра в уютной домашней обстановке. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»